Пустущую территорию в Орловке отдадут под жилье. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила главная архитектор города Ольга Никитина. Сейчас проект планировки находится в стадии разработки. Также в своем докладе она рассказала о возобновлении строительства таких замороженных объектов, как жилищный комплекс Карлай, Солнечный парк и Междуречи. Как отметила Ольга Никитина, в проектных документациях следует предусматривать строительство надземных и подземных паркингов. Ведь нехватка мест для стоянки автотранспорта жильцов по-прежнему остается острой проблемой для города. Застройщики должны ответственно подходить к решению этой задачи, не руководствуясь лишь сиюминутной выгодой, просчитывая перспективу степени комфортности челнинцев, в том числе и экологической безопасности. Примером может служить работа ООО «ЖИК», выступающего заказчиком проектирования и строительства многоуровневых паркингов. Мэр, в свою очередь, добавил, что разрешение на возведение жилых домов нужно выдавать только при условии оборудования застройщикам паркингов. Отдельно Василий Шахразиев коснулся темы застройки 19-го комплекса нового города. Планируется, что здесь введут 280 тысяч квадратных метров жилья. Сам проект, по словам мэра, должен стать приоритетным и образцом для будущих жилищных комплексов. Уже есть несколько фирм, которые готовы выступить инвесторами. Среди них есть и компании из Москвы. Хотя они проявляют интерес, но у нас есть соглашение, как намерение, подписанное с турецкой компанией. И все-таки, надеемся, тот проект, который они в последний раз презентовали, будет достойный для нашего города. Продолжение следует...